Всем привет! Меня зовут Ксюша Хоффман и добро пожаловать на мое новое видео! Да, я знаю, что меня снова долго не было, но в моей жизни происходили очень разные, очень разнообразные события, вот. И я не совсем всегда, так скажем, в эти моменты была готова, короче, снимать видео, но давайте я не буду оправдываться и просто перейду к сути, о чем мы сегодня с вами будем болтать и что я вам сегодня буду показывать. Короче, я, как и многие другие блогеры, не удержалась и решила снять для вас такой мини-обзор бывшего In The Text, то есть привычных нам магазинов, таких как Бешка, Поленбир, Зара, нынешний Дуб, Экрю и Мэг. Sorry, в Страдивариус я вообще, в принципе, никогда особо не заходила, может быть, пару раз, и импортозамещенный Страдивариус я тоже, в общем-то, не заходила, так что сегодня покажу вам как раз-таки новые Дуб, Экрю и Мэг, как я и сказала. Честно, у меня есть огромные вопросы к креативщикам, которые придумывали название, и вообще, наверное, у меня вопрос, были ли они в принципе, потому что какой адекватный человек в здравом уме и в трезвом рассудке решит назвать магазины, которые по всей стране, то есть огромный бизнес, который должен быть на слуху, который должен хорошо запоминаться Дуб, Экрю и Мэг. Мне просто интересно, что у людей было в голове, когда они такие, давайте, у нас не полонбир будет и Дуб, это они на какой даче, как сильно они там нажрали, сколько водки они там выпили, ну, у меня реально такой вопрос, что они решили назвать магазин Дуб. Ну, это кринж. Я, конечно, не знаю, какие эмоции вызывают у вас новые названия импортозамещенных магазинов, напишите обязательно в комментариях, мне будет очень интересно почитать, но для меня это кринж кринжом, ну, реально, это просто, ну, это настолько на отъебись сделано. Блядь, там же лампа, еб... Я считаю, что меня объективно подслушали люди, которые там работают, и скинули мои цветочки, которые мне подарил друг и поздравил с новым этапом жизни. Ну и прежде, чем я продолжу, я хочу напомнить вам про Ясно. Это первый и самый крупный сервис подбора и видеоконсультации с психологами. У всех бывают сложные и трудные периоды в жизни, и совсем не стыдно обратиться за помощью. Лично я, например, благодаря терапии перестала выпадать из жизни, когда происходят какие-то переломные и сложные моменты. Не ухожу в крайность и почти забыла, что такое апатия ко всему происходящему. Поэтому даже сейчас, переживая расставание после долгих лет отношений, я чувствую себя прекрасно, потому что регулярно посещаю сессии с психологом. Я понимаю, конечно, доверить кому-то свои страхи, переживания, проблемы бывает совсем непросто, но ясно тщательный отбор психологов, средний срок консультирования которых 8 лет. Просто, чтобы вы понимали, туда не может попасть психолог без опыта или, например, с образованием в виде трехмесячных курсов. Плюс ко всему на сервисе прошло больше миллиона сессий. Все процессы от точной до мелочей. И можно не переживать, все точно пройдет замечательно. Также у ребят есть очень крутое приложение, которое доступно как на iOS, так и на Android. Так что вы сможете проходить сессии с любого устройства в любом месте, где вас не побеспокоит. А по моему промокоду HOFFMAN вы получите скидку 20% на первую сессию при регистрации. И я не устану повторять, любовь к себе начинается с заботы. Ссылочка внизу в описании. В общем, ладно, знаете, я так разгневалась, но на самом деле все оказалось не так плохо, как я на самом деле ожидала. Конечно, вот это вот сраное принятие того, что ты не можешь больше покупать бешку, тебе придется ходить в экрю, как-то немножко вызывает внутренний спазм. Знаете, какое-то неприятие, какой-то лично у меня детский бунт. Но как бы берем от жизни, что дают. Ну вот такие вот у тетки покупочки. Я, честно говоря, закупилась сегодня. Как раз таки сразу села снимать вам видео. А прежде чем я смонтирую и покажу вам весь видеообзор, который у меня получился, скажу сразу, я, ну, не то чтобы разочарована, но как будто бы это все просто е... Короче, так получилось, что в дубе... Господи, какой умник это все-таки придумал, я не могу понять. Ладно. А.К.А. в бывшем полонбире я не купила ничего абсолютно. Я, честно говоря, полонбир особо никогда и не любила. Единственное, что я всегда затарилась там, знаете, мужскими толстовками до того, как они начали делать их флисовыми, знаете, внутри. Да, они очень мягенькие и приятные, но после первых двух-трех стирок этот флис скатывается и получается какое-то говно. Короче, я очень не люблю такие толстовки. Может быть, я просто не умею их стирать. I don't give a fuck. В общем, в полонбире я покупала только мужские толстовки. Может, вы помните периоды, когда я ходила в этих оверсайз толстовках. У меня были вообще абсолютно разные цвета. Оранжевый, розовый, черный, зеленый, белый. Короче, в общем, все цвета, которые там были, я скупала абсолютно все. Я очень много выпусков пушки отвела в этих толстовках, потому что считаю, что они божественны. Поэтому давайте отправимся в дуб и посмотрим, как я пыталась изо всех сил выбрать для себя что-нибудь подходящее. Всем привет! Давай я скажу. Мы начинаем шопинг-влог на канале Ксюша Коффман. Это не влог, это видео будет. Это, ну, типа шопинг-влог. Как-то мы ходим по магазинам и пытаемся что-то выбрать для Ксюши в новых и старых тоже магазинах. Посмотрим сегодня. Мак. Мэг. Дууп. Экрю. И еще куча новых тупорылых названий и наши любимые бренды. А еще я хочу, чтобы мы засели 18 минут, чем тебе посмотрели. Не знаю, что это, но хорошо. В натуре. Да, это теперь Майкл Корс в России. Жесть. Я и так никогда по ламберу не любила, но здесь какой-то полночек. Как будто бы не очень. Ну, как будто бы в Пуле такое было. Не, как будто бы... Ну, там не было так... Ну, потрогай, она просто прям... Я не знаю, тоненькая. Хотя это с другой стороны, это летняя вещь, типа чего от нее ждать. Знаешь, золотистанная вещь? Выверни ее. Обычный флиз после первой стирки, вот пизда. Ну, вообще достаточно приятно, мне кажется. Мне безумно понравилась, знаете, вот эта кофточка сетчатая. Не знаю, почему я ее не взяла. Я прям приехала домой с мыслями, что черт, наверное, я за ней вернусь, когда пойду в зал. Какая разница, я все равно занимаюсь спортом в торговом центре. Я не знаю, звучит как-то очень по-бедному, да? Но не все так плохо на самом-то деле. По поводу качества, я тоже... Я не знаю, мне очень сложно как будто бы быть, знаете, объективной. В том плане, что, опять же говорю, в Pull&Bear я особо не покупала вещи. Но те вещи, которые я увидела в дубе, не могу сказать, что как-то порадовали. Не могу сказать, что как-то они очень соответствуют трендам. Да, там очень много карго, очень много штанов карго. Понятное дело, что это тренд, что их сейчас штампуют все. И это, конечно, круто, что хоть какой-то тренд, да, они ввели в масс-маркет. И который может позволить себе, условно говоря, ну, простой человек. Потому что у меня две пары таких штанов. Но я покупала их еще до открытия бывшего Inditex, магазинов бывшего Inditex. И одни карго мне вышли в 10 тысяч рублей. Вторые карго вышли мне, по-моему, что-то в районе 7. То есть, как бы, ну, не самая дешевая, получается, вещь в гардеробе. Блядь, куда мама телефон дела? Потеряла. Боже, ну я и жаба. Конечно, отдельный кринж у меня вызвали шорты в стразах. Я понимаю, что мода все-таки вещь такая очень цикличная. Я понимаю, что сейчас возвращаются вот эти вот 2000-е времена, когда Парис Хилтон была очень популярна. Ну да, вот стразы, блестки, я и сама не прочь, как бы, всяких там Сваровских, камешков и так далее. Я все это очень люблю. Чуть попозже вы поймете, что я действительно люблю всякие стразы и так далее. Но это выглядит ужасно. Ну, Артем, например, сказал, что он в целом может представить себе такую вещь в поленбире. Я как будто нет, как будто слишком по-рыночному. Вот знаете, вот есть вот эта грань, и как будто эти шорты, эту грань перешли. И я на всякий случай скажу, что если вдруг вам нравятся такие вещи, или вы купили такие шорты, я неистинно в последней инстанции. Я сейчас говорю исключительно по своему вкусу. Ну, если вы так одеваетесь, и вам так нравится, you are welcome, it's ok, типа не хочу никого обидеть. Плюс в этом дубе какие-то абсолютно ни о чем спортивные костюмы. Я не знаю, может быть дело в том, что у меня всегда происходит, что когда приходят какие-то тренды, они очень долго до меня доходят. Мне просто нужно визуально достаточно долго привыкнуть к ним, чтобы потом надеть это на себя. И я просто ходила, и честно, у меня даже ни за что взгляд не зацепился. Я даже не пошла в мужской отдел, хотя я часто этим грешу, что я хожу в мужские отделы, покупаю мужские футболки и вещи, потому что там они реально крутые. И по качеству, как это не иронично получается, гораздо лучше. Ну, а дальше, естественно, мы пошли в бывшую бешку. Это, конечно, ну как сказать. Ты заходишь в этот магазин, как обычно, какие-то яркие пятнышки цепляют твой взгляд. И я как сорока на них лечу, чтобы все потрогать, все посмотреть. Но в общей сложности все оказалось не так плохо. То есть, да, там были какие-то кринжовые вещи, в целом, как и в бешке, часто бывало, что я не совсем понимала, как это можно носить. Но также нужно понимать, на мой взгляд, что все-таки это молодежные магазины. Да, конечно, у нас в России молодежь считается до 35, но размерная сетка, как бы, ну я тетя с большой попой. И как бы в бешке у меня иногда бывали такие моменты, когда в каких-то определенных коллекциях, ну типа я беру самый большой размер, и у меня просто не налазят бедра. Просто потому, что у меня большая S. Да, и я этим горжусь. Она красивая, накачанная, жопка такая. В общем, ладно, давайте я не буду разглагольствовать, лучше вы сами посмотрите. Пять косарей с биджак, вообще нормально. Да, это нормальная цена. Для масс-маркета я обожаю такие турки. Но огромный минус в том, что у меня жирные руки. Ну возьми померить. Я знаю, что он хороший, я возьму. Возьмем, померим, правильно? Правильно, да. Приколю. Я правда, знаешь, что я вообще не выкупаю приколы в зебре. Чего-то я пока не могу. Ну тоже было трендово. Сыну, пожалуйста, качественно. Ну, зато ты ее достала. Кстати, ну знаешь, так вот смотришь на него, думаешь, прикольный, да? Но мне кажется, что дешево выглядит эта фурнитура. Ну хотя, блин, это бешка, я так знаешь, жду какого-то люкса, прям, будто вот здесь. Ну хотя, по факту, бывшие интексы, они же что делали? Они же, ну, повторяли. Да, они копировали известные бренды. Но бешка тебе пока больше нравится. А я всегда, я знаешь, я всегда любила бешку больше, чем полумбир. У меня был пулик, вообще никогда не нравился мне в пулике. Только я раньше всегда покупала себе эти толстовки. Я, на самом деле, без шуток, очень люблю, типа, бешку, потому что, типа, здесь, ну, нормальные базовые вещи. То есть я не вижу смысла, типа, покупать какую-то брендовую базовую футболку, я не знаю, там, за 50 тысяч рублей, которая отслужит тебе, условно, так же полгода-год. Ну просто там будет написано, я не знаю, лучше. Ну, как бы, база — это база. А вот чтобы как-нибудь изъебнуться, можно тогда брать какие-нибудь бренды. Ну, типа, я вот, не знаю, мне с детства всегда говорили, что у тебя всегда должна быть дорогая обувь, дорогие аксессуары, то есть сумки и всё, золото, там, серебро и так далее. И я с этим согласна. Можно, можно, конечно. Спасибо, пожалуйста. Если мне, я вам даже не заметила. Блин, я помню, вот, короче, жилетки я носила в классе седьмого. Тогда это тоже было очень модно. Я тогда еще помню, я поехала в лагерь в Болгарию, и я выступала в этой жилетке. Ну, я такие тоже посболочки так люблю. Но я их никогда такие не беру, даже когда это была бешка или другие какие-то индотексовские магазины, потому что у них у всех хреновые принты. В том плане, что, ну, я не знаю, видно или нет, но они после первой стирки потрескутся, после первой, там, тире-третей. Жилетки такие тоненькие стали, бешки раньше, в принципе, были классные. Короче, джинса просто, ну, должна быть плотной, на мой взгляд, всегда вне зависимости от того, типа, летняя или нет. Вот, например, у тебя джинсовка, она тоже плотная. Ну, хотя, типа, джинсовка считается, ну, летним предметом одежды. Ну, да. Можно так сказать? Ну, да, да, да. Качество джинсы определяется по ее толщине. Опять же, я говорю так, как, типа, я это выбираю, как я выбираю вещи, кстати, сетка. Вот, вот эти топы, моя любимая, легендарная. Это все отсюда, все, вот, понимаете. Блин, жалко фигура пока не позволяет такое носить. Я бы сказал, хотелось быть такой эскортницей. Ты знаешь, типа, сюда. Так, ну, это база, фейст. Еще я, кстати, удивлена, я не помню, были ли, была ли спортивная одежда в Эндетексе. Ну, да, мне кажется, что было. Даже в Заре были спортивные костюмы? В Заре, да. А, нет, в Заре. Ну, они такие, типа, не из серии спорта, а из серии, знаешь, такие, типа, а-ля на каждый день, а-ля, 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 а-ля. Блин, дети, знаешь, сейчас модные, вот эти, знаешь, типа, все эти яркие джинсы, вот эти карго, вот эти вот. Да. Ты, кстати, тоже в карго. Я знаю, но я как-то без вот этого, знаешь, из серии, блядь, ясельная группа. Мне нужна была эта футболка две недели назад. Блин, ну, мне очень нравится. Ну, возьми. Это выглядит, по-моему, очень странно. Просто даже какие-то, типа, джинсы, какие-то штаны брать, смысл нет, потому что здесь все карго. Как бы, в чем смысл? У меня эти две... Ну, попробуй карго какого-то яркого цвета. Может быть, под образ, под то, что мы взяли. Тем временем, блядь, просто что-то яркое, под то, что мы взяли. Тем временем, Ксюша. Черная и белая, наверное, все. Ну, прозрачные брать, у нее штаны. Ну, блин, вот у нее вообще ног нет, это видно. Ну, как бы, ты все посмотри. Блин, гамма, конечно, очень летняя у меня. Я очень хочу уже смотреть на штаны с зеброй. Я бы взяла какой-нибудь яркий топ, наверное, с ним. Я бы взяла платье на размер поменьше. Хотя 4 без сиски. Слушай, ну, платье норм. Ну, ладно, потому что легкое умновение, и... Мои девочки, как бы, гуляли. Это нормально? Ну, блин, а вот, кстати, на камере живут очень много. Это из-за складок? Нет, это складка на моем. Одна большая. Ну, хочу, не знаю, платье реально, как будто, плит, да? Ну, да. Сейчас я принесу тебе вон размер поменьше. Я чувствую себя случайно, как дома хозяина. Вот этой Габи. Карла смелый. Только у меня нужны сиськи. Ну, потому что, ну, реально. А на камере у меня, как будто, у меня, как будто, у меня... Нет, они просто выглядят свободно. Стопик какой-то очень странный. Ну, вообще, мне кажется, выглядит хорошо. Да? Ага. Ну, хочется каких-то таксессуаров, да, сюда добавить? Прям хочется чего-то вот... Для сумки просто взять твою жак-мую в руку. Ну, с цепочкой. Ну, мне рукой-то не нравится. Почему? Она как-то очень дешево выглядит, да? Рукава странная. Ну, рукава, да? Ну, вообще, выглядит базово достаточно. Ну, просто чуть выше и там уже будет сюрпризик. Как, знаешь, она была сранцем. Не знаю, юбка приправная, а больше странная. Мне юбка не нравится. Мне нравится. Почему? Ну, она какая-то тупая. Выглядит как-то дешево и обычно. Ну, это обычная джинсовая юбка. Ну... У нас болят спина. Но футболка хорошая. Ну, да, ты думаешь? Мне кажется, прикольная. Будто бы чуть-чуть. Вдруг там можно что-то увидеть. Надо смотреть-то там не на что. Качество осталось, наверное, на том же уровне. То есть, я не могу сказать, что оно стало хуже, стало лучше. Нет, как будто осталось все, как было. Например, так, это мэк, это не то. Вы будете ржать 300 лет, но можете смеяться на тете. Я разрешаю. Я купила свои любимые легендарные топы. Тест на олдов. Кто носит белые топы? Ответ, пожалуйста, внизу в комментариях. Я жду. В общем, я купила свои базовые топы. Я безумно была рада их увидеть по качеству. Честно говоря, не знаю, может быть мне кажется, но они как будто бы плотнее, чем были в бешке. Хотя те бешковские топы прослужили мне верой и правдой годы два. Для меня это база. Я всегда обычно вот как раз таки в таких масс-маркет-магазинах покупаю базовые какие-то шмотки, которые, ну, типа без изъеба, если можно так сказать. Которые ты просто можешь комбинировать с чем-то более интересным. И я не вижу смысла переплачивать, например, за какие-то топы. Я не знаю, какие-то бешеные деньги. Короче, мне очень нравится. Я взяла себе вот такие три топа. Вообще офигенские. Я взяла себе в размере S. Каждый топ обошелся мне в 799 рублей. Ну, просто 800 рублей. Вот такой вот топик. Я считаю, что для него цена вообще отличная. С учетом того, что ткань действительно очень приятная. Интересно, что будет с ним после стирки. Но мне кажется, что после стирки с ним ничего не будет. И, кстати, интересно еще наблюдение. Те топы из бешки, они были... Ну, это просто кусок ткани, которые вот здесь вот так вот, знаете, свернули. На черном не видно. Давайте я вам на белом покажу. Ну, вот кусок ткани. Они просто вот так вот свернули, подшили и сказали «ня». И столь они примерно столько же. Здесь же, например, этот топ. То есть здесь, как вам объяснить, видите, два кусочка ткани. То есть он чуть поплотнее. И за счет чего кажется, что он покачественнее и на ощупь. Он гораздо приятнее, потому что те топы из бешки были гораздо, что ли, более синтетические. Если можно так сказать. Ну, тут, конечно, тоже сложно сказать, что, знаете, стопроцентный, блядь, хлопок. Производство Турция. Ну, кстати, Турция я люблю. Я люблю турецкое производство. Девочки, покупайте. Турция, хорошие штанишки. Написано. Рост 170, бедра 96, сталь 68, бюст 87. Состав основная ткань 96% полиамид. И 4% ластана. Не знаю, что такое полиамид. Но мне эти топы нравятся. Главная моя покупка, я считаю, в Экрю, это вот это розовое платье. Я его взяла тоже в размере S. Like my ass. Oh my god. Она была англичанка из школы Skyeng. Приходите ко мне на интеграцию. Я позорю вас своим английским. У меня до сих пор висят занятия, я так не могу их. А что делать? Блин, а где бирка? А у меня есть чек. А, лохи. Я считаю, что для 2000 рублей платье просто шикарное. Оно еще как-то офигенски на мне село. Оно такое, знаете, тканевое. Не знаю, видите ли вы этот рубчик. Но он прям очень приятный по качеству. Оно тянется, что тоже классно. На лето, что не будет ничего прилипать, не будет ничего преть. Все будет дышать. Качество я, наверное, не смогу вам сказать, потому что говорю, блядь, где моя бирка. Я ее просто не вижу. Ну, с зацепкой, вы прикиньте. Ну, ладно, зацепка сзади, я ее не вижу, пофиг. Так вот, что я говорила, что платье на мне офигенски село. Я вообще удивилась, потому что, знаете, когда ты начинаешь, типа, заниматься своим телом, спортом, и ты делаешь продолжительное время, твое же тело не меняется по щелчку пальцев, и всегда наступает тот период, когда кажется, что ничего не меняется. И вот я надеваю это платье, смотрю на себя и такая, вау. Конечно, Артем очень странно меня снимал. Мне почему-то кажется, что я выгляжу полнее, потому что то, что я видела в зеркале, да еще и в зеркале примерочное, а я думаю, что вы все знаете, что в примерочной просто пипец, какие сратые ужасные зеркала, которые вполне от этого выглядят, просто как сраная, я не знаю, самая страшная женщина вообще на планете Земля, которую внесли в, я не знаю, в книгу рекордов Гиннесса, как самую страшную женщину, а тут я смотрю на себя и думаю, боже, girl, наконец-то заметно, что ты ходишь в зал, короче, я очень довольна собой. Конечно, вот, например, такие вискозные штанишки, такие вот ты, за 2 600, 2 599. Мне нравится, на лето легенько, на лето так приятненько. Что же у меня так нос-то чешется? Блин, нажрусь, либо кто-то мне люлина дает, представляете? Примета такая есть. Ладно, носу поковырялась, новые штаны сейчас потрогаю, нормально, живем. Короче, я взяла М-ку, да, я взяла М-очку и... Блин, жесть, ну и говно. О, просто... Он просто не фокусируется на этой ткани, я вам сниму отдельно поближе. Это вообще, это ужас. Наверное, белый. Во, во, видите волосики? Это вот из штанов торчит. Где? Во, смотрите. Это вообще, что такое? Блин, класс, расхваливала, расхваливала, сидела, ребята, и ок. Оно причем еще лезет и лезет. Сука, они штаны, какая-то окошко. Что с ними будет после первой стирки? Вопрос. Ну ладно, 2 600, не очень жаль. Кстати, торчат еще нитки. И помните, я говорила вам, что вы поймете, что я очень люблю стразики? Конечно же, well... Это просто легендарно. Я считаю, вы можете со мной поспорить. Я с вами все равно никогда не соглашусь. Я считаю, что эту футболку мне нужно было купить реально недели-две назад. Она бы просто идеально вписалась в мою жизненную ситуацию, в мою жизнь. Просто... Your future ex. Твоя будущая бывшая. Это я. Очень смешно. Стразики, моя любимая, мне просто дико нравится, как она выглядит. У нее еще вот здесь такая вот штучка. Ну, вы видели наверняка, когда я ее мерила в магазине. Безумно крутая. Тоже турецкая. Размер М-очку я взяла. Основная ткань хлопок 97% и ластан 3%. На ощупь она реально приятная, хорошая, качественная. Вот реально чисто лайк за футболку. Девчонки, покупаю. Если вы еще в отношениях, лучше запастись заранее. Такая, знаете, всегда думайте о хорошем. Ну и, конечно же, мы не смогли пройти мимо мега. Не знаю, что я учудила у себя на голове. Просто так захотелось какую-то вот такую штучку сделать. Ну так вот, короче, естественно, мы не прошли мимо мег. Я даже там кое-что себе купила. Кое-что это с большой натяжкой. Сейчас я объясню почему. В целом, как и с Экрюм, это ничем не отличается от того, что было до. То есть, типа, что Зара, что теперь этот мег. Ты вроде визуально смотришь, вроде все то же самое. Но при этом ты ходишь, и там какой-то кромешный пиздец. Давайте называть вещи своими именами. Платья, я не знаю, какие-то определенные вещи. Просто ты смотришь и думаешь, это, блядь, кто покупает. Это вот прям, знаете, рынок. Это вообще никакая не мода. Мы все привыкли, что в Заре обычно быстренько делают всякие подиумные, да, модельки. Все берут с показов и быстренько поставляют это в масс-маркет. И мы покупаем эти тренды. И это очень круто. И за это Зара очень любят. Несмотря на то, что у Зары очень часто страдает качество. Но при этом ты заходишь в Мэк, и ты думаешь, блядь, а где здесь хоть какие-то тренды? Помимо, опять же, огромного количества брюк-карго. И джинсы. Конечно, джинсы там были какие-то суперстранные джинсы. Может быть, это просто я не поняла, но, может быть, реально они выглядят как-то странно. В этом плане это тоже вкусовщина, я не возьмусь судить. Яжный, Кась, ты на кого, на ком видишь такое? Вот так можно креативно одеться. Девочки, кто любит креатив? Кто любит креатив? Вот так можно креативно одеться, очень эксклюзивно. И очень круто бомба смотрится всю. Это, кстати, Турция вся. Что они маломерные? У меня обычно М-ка висит. Кажется, сисик нет. Ну, померяй на размер побольше. Да, это М-ка, у нас что-то узнал, а М-ки нет. Ну, вот так можно креативно одеться. Девочки, девочки. Кто любит креатив? Ну, я по такому даже спать не стала, честно. Мне кажется, здесь не так дорого. Хотя это должно быть на порядок выше, чем предыдущие магазины. Это же типа Зара. Это 600 для топа, это не очень много. В целом, ну, 1200 я футболку взяла в пешке. Это Экрю. Ну, блин, я не знаю, просто вещи какие-то супер-бейсик. Причем я больше, чем была уверена, что здесь будет, знаешь, что-то от Мюглера. Вот эти вот силуэты, очень красивые, очень секси, мне очень нравятся. Это очень импонирует моей энергетикой. Они, кстати, сейчас есть в Glory джинс. Ты уж уйдешь. Там есть джинсы, которые прям очень вдохновлены Мюглером. Базовые топы она взяла. И больше ничего не надо. А может, это вам прикольно, да? Ну, да, нормально. Базовые достаточно. Сколько стоит? 2600 вообще для сумки. Ну да, мне кажется, что сумки в Zara стоили дороже. Так что единственное, что я купила себе, это вот такой вот беленький укороченный пиджачок. Я очень хотела взять черный, но черного не было в моем размере. Они, кстати, эти пиджачки маломерят. Сизик у меня нет, но у меня достаточно широкая спина. Поэтому мне пришлось взять размер L. Сделано также в Турции. Плотный, хороший пиджак. Вот честно, вот 5000 рублей он стоил. Конечно, можно найти дешевле. Можно на Валдберсе где-то дешевле заказать. Но вот чтобы была такая вот хорошая ткань, именно вот, знаете, костюмная, сложно. Пахнет приятно новой вещью. Знаете, не вот китайщины. Турции пахнет. Сделан он из полиэстера, вискоза, подкладка тоже вискоза, полиэстер. Хороший пиджачок, мне нравится. Но весь прикол в том, что, блядь, а взять-то там больше нечего было при всем желании. Если ты, вот как я, я пришла, типа, я такая думаю, блин, все, я тысячи лет не была на шопинге, потому что я, я не знаю, в какой-то период времени, знаете, просто перестала думать, что хочу купить я. И мне всегда хотелось радовать кого-то. Я думаю, а что, столько вот я сижу, блин, все, пора закупаться. Вот пойду в этот мэг, наверняка там будет что-то хорошее. Ну ладно, я вам сейчас так нагло вру, потому что я смотрела обзоры, я понимала, что там будет полный пиздец какой-то. Я даже не рассчитывала, что я спущу много денег. Точнее, как, я думала, что я куплю мало вещей и потрачу много денег. Ну, то есть, в целом, как типичная Зара. Но в итоге, правда, там даже глазу не за что зацепиться. То есть, ты вроде ходишь, смотришь, только-только что-то выцепил, подходишь, берешь вешалку и понимаешь, что это либо кринж, либо, ну, вообще, я не знаю что. Как бы, единственное, что вот я могла найти, это вот какая-то вот реально база. Но базу можно купить абсолютно везде. И мне кажется, что можно найти даже дешевле от каких-то, знаете, очень маленьких брендов в маленьких городах, которые действительно делают крутую, качественную одежду, продают ее супер недорого. Продают через Wildberries, например, тот же самый. Знаете, у меня какая-то реклама Wildberries получается. Но, правда, ну, типа, с точки зрения экономии каких-то средств, типа, нахрена переплачивать по факту за одно и то же. Типа, я, как бы, я готова заплатить, например, за какой-то крутой бренд. Да, за какую-то крутую сумку брендовую, которую я очень хочу. Но я плачу за этот бренд. А когда ты приходишь, понимаешь, и покупаешь, блин, сука, пиджак Mac, ну, типа, я прям представляю, как ко мне кто-то подходит, такой, о, Ксюш, нихуя, откуда пиджак? И я такая, это Mac. И все такие, уу, это Mac. И я такая, да, это мы. Ну, то есть, понимаете, или... А если бы такой же пиджак, абсолютно корочный, такой же по качеству, такой же плотный, хорошей ткани, был бы, я не знаю, из какой-нибудь Тюмени, где, там, две девочки организовались, там, и сделали какой-то свой небольшой магазинчик, у них, там, свое небольшое производство, и ты бы купил этот пиджак за 3 тысячи. Ну, как бы, разница, ну, то есть, вообще, для меня лично никакая. Но это, конечно, решать вам. На этом все, как бы, мои покупки закончились. Кстати говоря, еще хотела подметить, что, получается, у меня самая большая покупка получилась в Экрю. И я отдала там 8594 рубля. Я, чтобы вам не соврать, вот цена. Мне кажется, что цена образования, ну, вообще суперская, потому что, как будто бы, в Бешке даже было дороже, а здесь, как будто бы, даже подешевле. Ну, потому что, реально, 6 вещей за 8600, но это я вообще не помню, когда я столько тратила и получала столько вещей взамен. Пиджалка из Мэг 5000, ну, это пиджак. Какой итог я могу подвести? Грустно ли, что Индетекс ушел из России? Безусловно, очень грустно. Говорю за себя. Крутые ли магазины пришли им на замену? Круто ли сделали эту замену, эту рокировочку? Ну, как сказать? Бешка, то есть, экиэй, экрю. Ну, достаточно неплохо, достаточно небольшие деньги. Вы можете купить приличное количество вещей, но вы должны понимать, что это, типа, на один сезон. То есть, вряд ли это платье выдержит, типа, больше, чем одно лето. Если выдержит, я очень удивлюсь. Я уже вижу, это та ткань, которая, знаете, образовывается в катушке. Вот тебе и платье за 2000. По поводу мэг, ну, я не знаю. Господи, ребята, там, креативщики. Я не знаю, кто вообще этим занимается, но дай бог вам, блять, креатива. Что еще я могу тут сказать, на самом деле? Другого тут и не скажешь. Обязательно напишите свое мнение внизу в комментариях, что думаете вы, были ли вы уже в замещенных магазинах, что вам понравилось, что купили, что думаете про качество. В общем, обязательно пишите, мне будет интересно почитать. Ну и на этом все, я буду заканчивать это видео. Я надеюсь, что вам оно понравилось, поэтому не забывайте обязательно ставить свои большие пальчики вверх, обязательно подписываться на мой канал. Конечно же, еще подписывайтесь на мой телеграм-канал, лучшая подружка, ссылочку вы найдете внизу в описании. И на мой нельзя грамм, который запрещен на территории Российской Федерации. Ну и на этом все, с вами была Ксюша Хоффман. Я вас всех безумно люблю. Увидимся совсем скоро. Всем пока!